МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, в преддверии знаменательной даты, у нас есть повод поговорить о любимых книгах о войне. В регионе стартовала акция «Прочитанная книга о войне. Твоя благодарность за великую победу». И у нас в студии один из ее организаторов и участников Елена Боченко, заведующая научно-методическим отделом Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Здравствуйте, Елена Николаевна. Но не могу сразу вам не задать вопрос. Какая же ваша любимая книга о войне? Вы знаете, пожалуй, любимая книга о войне у каждого человека, по крайней мере, в моей жизни, ассоциируется с определенным периодом жизни. Если в детстве это партизанка Лара Надежды Надеждиной и сын полка Валентина Катаева, которую, кстати, недавно перечитывала вместе со старшим внуком, то, наверное, в сознательном возрасте это судьба человека. А перечитываю я в последнее время книги «Щит и меч» Вадима Кожевникова и, ну и, наверное, еще «Брестская крепость» автора Семенов Смирнов. Прошу прощения. Я недавно перечитала книгу «Азурев здесь тихий». Это одна из моих любимых книг. Вот как вы к ней относитесь? Я думаю, что это тоже книга вне времени, вне политики, вне возраста и вне каких-то предпочтений, потому что, в первую очередь, это книга о любви, о войне, о жизни и о человеческих отношениях, которых нам иногда не хватает. Но о наших предпочтениях, о любимых книгах я предлагаю поговорить позже. А сейчас вам напомню то, что вы сегодня у нас не просто эксперт в студии, вы сегодня у нас еще и зрители. Вместе с вами будем смотреть информационную картину дня, будем смотреть, какие сюжеты у нас сегодня приготовлены, а в конце выберем тот самый материал, который будет ассоциироваться с сегодняшним днем. Договорились? Хорошо. Тогда говорю, что сегодня в выпуске. Клиника «Сердце» открылась в Старом Осколе. Кто сможет получить помощь в этом высокотехнологичном медицинском центре? Акция «Прочитанная книга о войне. Твоя благодарность за победу». Спрашиваем белгородскую молодежь, что о Великой Отечественной читали они. Около двухсот воспитанников суворовских военных училищ МВД России съехали с Белгородской области. Что им предстоит сделать в преддверии праздника Великой Победы? Порубежье Государева служба Белгородской области в 17 век перенесли реконструкторы из разных городов страны. Чем они отличались друг от друга и почему их было слышно за несколько километров? Плакаты, оркестр и воздушные шары, как отметили 1 мая в разных городах региона. 3 мая предыдущих лет. Вошел ли это дель новейшую историю Белгородчины? Вспоминаем. «Как превратить гараж в мини-завод по производству сельхозтехники» – тему нового выпуска программы «В бизнесе» в студии представит Юлия Олейникова. В начале выпуска официальная хроника дня. В регионе вовсю идут подготовления к празднику Великой Победы. Слово моим коллегам. В благодарность тем, кто подарил мир. В преддверии 9 мая фонд «Поколение» Андрея Скотча поздравил участников Великой Отечественной. В Белгородском музее «Диорами» в торжественной обстановке руководству областного совета ветеранов был вручен денежный сертификат. Этой традиции фонда «Поколение» уже более 10 лет. Два миллиона рублей. Эти средства будут направлены на празднование Великого дня для каждого россиянина Дня Победы. Эти деньги будут направлены также на различные мероприятия, связанные с посещением ветеранов на дому. Это тоже одна из очень важных и значимых леп фонда «Поколение». Средства пойдут на адресные поздравления ветеранов и организацию тематических торжеств в честь Великого дня Победы. Это позволяет уделить не только внимание, но и прийти с памятными подарками, с цветами, собрать ветеранов за чашкой чая, организовать встречу на любом уровне и с обдовами погибших солдат, и с самими участниками Великой Отечественной войны. Ближайшая областная встреча четырех поколений состоится уже 5 мая. Сегодня в Прохоровском музее «Третье ратное поле России» открылась выставка «Достойные славы». Она приурочена к 75-летию Курской битвы и рассказывает о партизанском движении на территории нашего региона. Это совместный проект с Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. Основные сведения найдены в архивах нашей и Курской областей. Большинство экспонатов выставляются впервые. Представлены оружие и одежда партизан, различные документы, в том числе личные, награды и фотографии. Яркое дополнение к ним – живописные работы. Успеете ознакомиться с одной из таинственных страниц истории Великой Отечественной. Выставка «Достойные славы» будет работать до 31 июля. Много информации о деятельности партизанских отрядов до сих пор находится под грифом секретности. Поэтому проследить состав партизанских отрядов удалось с трудом. Мы на сегодняшний день выявили информацию только о 15 партизанских отрядах. На выставке представлена информация только о 8 партизанских отрядах. И посетив выставку, вы сможете почитать многие очень редкие документы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События гражданской войны в регионе провели в прошлом году. Тогда она собрала порядка 2000 зрителей. В этом году урок истории, уверена организатор, и соберет еще больше гостей. Интерактивных площадок будет сразу несколько. Лагерь анархистов, где будет установлена тачанка с пулеметом «Максим». Медицинский пункт, где будет оригинальная операционная, с полным набором инструментов того времени. Врачи, сестры, милосердие, которые будут рассказывать о медицине. Медицине начала 20 века. У нас будет артиллерийская площадка, где реконструкторы и артиллеристы будут рассказать о арт-системах и демонстрировать приведение орудий в боевую готовность. То есть, по большому счету, помимо пулемета «Максим», будет еще одна площадка, где будет представлено и другое оружие, из которого тоже могут пострелять как дети, так и взрослые. И площадка бронетехники, где можно будет сфотографироваться с техникой, поскольку приезжает танк «Рено». Оригинальный французский танк времен Первой мировой. Сам же бой 19 мая начнется около двух часов дня. Интерактивные площадки начнут работу уже с 12. Добраться к месту проведения можно на авто, либо на автобусах. 132 и 142 от остановки стадион по привычному расписанию. Ну, тема гражданской войны такая благодатная, наверное, для библиотекаря. Вот скажите, пока мы ждем этого события, этой реконструкции, то есть, самое лето 19-го, где можно, может быть, почитать какую-то литературу, узнать? Вы знаете, дело в том, что я как специалист и как методист, да, представитель научно-методического сообщества Белгородской области, я, наверное, порекомендую все-таки не ограничиться каким-то списком книг, а прийти к нам. У нас в Белгородской государственной научно-универсальной библиотеке есть замечательный отдел, который называется отдел краеведческой литературы. Вот в этой краеведческой литературе, которая, кстати, очень тесно сотрудничает как с музеями, так и с архивами Белгородской области, каждый, я думаю, найдет книгу по душе, потому что и об истории любого периода Белгородской области, потому что краеведческая литература – это литература, в первую очередь, о нашей родине, о нашей Белгородской земле. Спасибо за информацию. Я думаю, многие воспользуются вашим советом. А мы переходим к другой теме. Наследники Победы, воспитанники Суворовских военных училищ МВД России съехались в Белгородскую область, чтобы принять участие в 4-м всероссийском военно-спортивном сборе. Его открытие состоялось в одном из памятных мест региона на площади мемориала в честь героев Курской битвы в Яковлевском районе. Продолжит Наталья Александрова. До этого года наследники Победы собирались в крупнейших городах-героях страны – Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде. В 2018-м почётное право провести сбор предоставлено Белгородскому юридическому институту МВД России имени Путилина. Земля, на которой мы с вами стоим, стала символом чести, отваги и мужества. Идея проведения наследников Победы отражает русские традиции российского офицерства и напоминает каждому суворовцу и кадету о священном долге – служение Отечеству и закону. Слова приветствия будущим защитникам Родины прозвучали от заместителя губернатора области Ольги Павловой. Убеждена, что здесь собрались те, кому по-настоящему дорога память о наших дедах и прадедах. Те, кто по праву может сказать – я наследник Победы. Четвертый военно-спортивный слет стал одним из самых масштабных. Сегодня здесь собрались все суворовские военные училища страны, около 170 человек, в том числе и самые юные воспитанники из Самары, единственного кадетского корпуса Министерства внутренних дел России. Для большинства суворовцев служение Отчизне – это уже семейная традиция. У меня все в семье – брат, мама, папа, военные. Кто для тебя пример? Отец. Храбрый он, сильный он. Я его люблю, и он для меня будет всегда примером. Хочу стать таким уж, как он. Участники слета проводят в регионе около двух недель. За это время они примут участие в различных спортивных состязаниях, сдадут нормы ГТО, а самое главное – выйдут на центральную площадь Белгорода на параде Победы 9 мая. Это огромное событие, которое позволяет каждому участнику слета почувствовать себя не просто наследником Великой Победы, почувствовать себя продолжателем великих традиций и маленькой частичкой огромного суворовского братства. Наталья Александрова, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. Ну а теперь переходим к вашей экспертной теме. Накануне стартовала библиотечная акция для молодежи «Прочитанная книга о войне. Твоя благодарность за Великую Победу». Расскажите, такая акция бессрочна? Я вам больше могу сказать. Стартовала одновременно две акции. То есть первая акция международная, и это акция букросинга, которая называется «Каждая прочитанная книга. Твой вклад в победу». Вот эта акция пока ограничена сроками со 2 мая по 15 мая. Что касается той акции, о которой вы сказали, она действительно носит бессрочный характер. То есть каждый год в период с 1 мая по 5 августа, но белгородцам не надо объяснять, что значит 5 августа, мы акцентируем внимание на тех книгах, которые находятся в наших фондах, фондах библиотек Белгородской области. На настоящий момент их 625, и поэтому это достаточно большой фонд, это достаточно большая представительная аудитория и большое количество читателей, которые приходят в эти библиотеки. Суть акции в том, что, в принципе, силами волонтеров, наверное, все-таки в первую очередь, год у нас добровольца-волонтера, и библиотеки очень часто сотрудничают с волонтерами, силами школьников, старшеклассников, среднего звена изготавливаются закладки. Закладки могут выглядеть как георгиевская ленточка, как орден Великой Отечественной войны, могут приобретать любой, абсолютно любой вид, который выберет человек, который изготавливает эту закладочку. Соответственно, вот поговорили о реконструкции, вот наглядный пример реконструкции, как раз вот исторических знаний о Великой Отечественной войне. И много таких закладок уже сделано, и какая может быть самая популярная книжка? Я думаю, что вот, собственно говоря, пятерку, уже топ-5 мы с вами уже обозначили. И на самом деле цель у акции какая? У нас очень часто фонды стоят не то чтобы невостребованными, а вот недовостребованными, потому что те дети, которые приходят в библиотеки, иногда ограничивают список книг для чтения тем, что им дают в школе. А когда они сами просматривают книги, отбирают те, которые, собственно говоря, рассказывают о периоде Великой Отечественной войны и изготавливают закладку, то, естественно, этот ребенок а, прочитает эту книгу, и б, порекомендует ее кому-то, потому что это интересно. Знаете, есть такое правило о 20-й странице. Вот если человек открыл 20-ю страницу любой книги, и ему захотелось перевернуть ее, перейти на 21-ю, то, значит, книга автора удалась. Вот в этой ситуации иногда вот в ряде библиотек закладчики как раз и на 20-й странице и располагаются. Да, да. А что касается, сколько библиотек, я уже озвучила число, у нас все библиотеки области приняли участие в этой акции. И каждый год с 1 мая по 5 августа мы будем акцентировать на эту часть фонда. Более того, мы предлагаем тем людям, которым понравилось в нашей акции, или же они не увидели свои любимые книги на полке, мы предлагаем оставить отзывы и предложения в виде фронтовых писем, в виде треугольничков. Очень интересно. И уже есть, да, люди, которые оставляли такие пожелания? Да, да, потому что в прошлом году это было, собственно говоря, одна-две библиотеки у нас по области. Сейчас эта акция распространилась на такое большое библиотечное сообщество. Я надеюсь, что она будет результативная с каждым годом, когда она будет приобретать все большие резонансы, и каждый будет рекомендовать книги, которые я прочитал. Ну, собственно говоря, семейное чтение, классное чтение, самый читающий класс. И я думаю, что мы в этом конкурсе по стране победим. Замечательные планы у вас. Скажите, вот мы знаем, о Великой Отечественной войне, казалось бы, очень много, но большинство это цифры, там и какие-то даты, цифры, статистика, сухая статистика, которая обезличивает историю, которая обезличивает, может быть, человеческую трагедию. Мы знаем историю Великой Отечественной войны по судьбам наших героев, героев-ветеранов. Это те наши истории, которые мы несем в шествие бессмертного полка. Вот скажите, какова здесь роль все-таки книги о войне? Ну, вы знаете, мне кажется, что книги о войне это достаточно такой особый пласт литературы, потому что в первую очередь они писали теми людьми, которые эту войну пережили. А что она может добавить? Ну, во-первых, мы знаем с вами очень многие, не могу сказать, что мое поколение, потому что достаточно уже и возраст, я достаточно много видела фильмы, читала фильмы, вычитала книг. Дело в том, что иногда складывается впечатление только «Ура!», «Бегом!», «Долой!» и так далее. А вот книги, книги обычно славятся чем? Книги славятся деталями. Книги славятся описанием тех или иных событий, детальным описанием тех или иных событий, детальным описанием простых человеческих судеб. И когда ты понимаешь, что вот эта история, а потом ты узнаешь, что такая же история произошла рядом с твоей бабушкой, с дедушкой, то, конечно, это придает книге особую ценность и заставляет к ней относиться уже как к члену семьи. Ну да, вот с этого вопроса перейду к следующему. Но у вас есть такая топ-10 книг, да, топ-10 любимых книг, либо топ-10, которые вы порекомендовали прочитать? Ну, еще раз повторюсь, топ-пятерку. Пятерку мы уже назвали, однозначно. Напомню, вы можете прям прочитать, еще раз напомните, прочитать список. Я знаю то, что вы принесли список с собой вот ваших любимых книг. Ну, скажем так, это то, что пришло вот на ум сразу, в первую очередь. Ну, еще раз повторимся. Борис Васильев, Азорий, здесь стихи. Валентин Катаев, сын полка. Две книги Михаила Шолохова, они сражались за родину и судьба человека, естественно. Это, конечно же, для моего поколения достаточно значимая книга Александра Фадеева, «Молодая гвардия». Это любимая на протяжении последних лет книга Вадима Кожевникова «Щит и меч». Это, конечно, Юлиан Семенов, «Семнадцать мгновений весны». Впрочем, могу посоветовать и другие книги этого автора, повествующие о периоде Великой Отечественной войны, а также до и после этого периода. Ну и Борис Полевой, «Повесть о настоящем человеке». Ну и, конечно, «Надежда Надеждина», «Партизанка Лара». Радует то, что большинство из этого списка я читала, но я для себя две книги отметила, которые в ближайшем будущем все-таки мне нужно будет пополнить свой багаж. И я знаю то, что есть топ-100 книг, которые рекомендуемо прочитать. Мы попозже поговорим, где можно этот топ-100 найти. Но сейчас хочу с вами поделиться. Мы сегодня вышли на улицы Белгорода и спросили у белгородцев, какая их любимая книга. Давайте посмотрим, что они ответили. Наверное, с Бориса Полевого и заканчиваем Анатолием Ивановым. Я вот современных, правда, я не могу сказать авторов. «Цинковые мальчики», но правда о войне не Великой Отечественной, а о афганской войне. Там повествуется о личных переживаниях людей, потерявших своих родственников на войне. Про мальчика, который был разведчиком, ему было лет 9, он переплывал в Волгу туда-обратно и добывал информацию. Потом его расстреляли. Я не помню, как он называется. По-моему, «Красная звезда». «Бабияр». Это книга на все времена. Я ее читала, когда была студенткой, но тогда был это самый «Сда», потому что Анатолий Кузнецов был запрещен. И сейчас я ее перечитываю. Это сильнейшая книга, которая пронизывает до глубины души, а об этом нельзя забывать. «Блокада». Книга. Очень хорошая книга. Показана настоящая жизнь людей во время блокады. Второй мировой, наверное, все-таки судьба человека. Все-таки это такая личностная история о человеке, который попал в концлагерь, который там смог выжить. Да, это, наверное, по-моему, не лучшее произведение. Все книги, они как бы, каждая книга – это особая жизнь. Это судьба людей. Поэтому я даже не могу назвать, какая самая любимая. Они все любимые. Ну, сейчас, пока мы слушали опросы, как отвечают белгородцы, вы так комментировали почти каждую книгу. Зацепили ответы граждан? Зацепила, потому что и «Баби Яры», да, и «Блокады», которые читали в свое время в «Роман-газете», вот выходили выпуски. И, собственно говоря, когда ты получал последний, наконец, получалось прочитать окончание книги. Хотя это был старший класс. Я думаю, что вот сейчас, сейчас – это рановато для лет 17. А в тот момент было, мне казалось, это естественно, читать о блокаде, о войне. Ну и вот девушка первая была в сюжете. И, собственно говоря, сразу вспомнилась книга, ну это уже больше, чем десятка, да. Это, ну это книга, конечно, Светлана Алексеевича «У войны не женское лицо». У войны действительно не женское лицо. И хотелось бы, чтобы женщины любили, цвели, были любимыми и воспитывали детей. А война, мы будем чтить память о войне, но лучше ее, конечно, не переживать. У меня сейчас такой, наверное, странный вопрос будет, но, может быть, есть какая-то существует рекомендация по выбору книги о войне? Вы знаете, да, библиотеки Белгородской области вообще проводят достаточно большую работу по тому, чтобы, рекомендательного характера работу. Начнем с того, что у нас на каждом сайте по итогам флеш-мобов и лонг-мобов, когда дети читают стихи о войне, соответственно, на сайте каждой центральной библиотеки эти ролики записываются, и, собственно говоря, вы можете увидеть и услышать эти стихи. И далее, как обычно, если автор понравился, его потом говорят, выбирают до конца. Что касается рекомендованного списка литературы, то хотелось бы отметить, что вот у нас как раз сегодня было заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития. Это организация, которая создана для координации, межведомственной координации библиотек всех ведомств. Это входят наши муниципальные, общедоступные библиотеки, государственные библиотеки, библиотеки вузов Белгородской области и библиотеки школьные, естественно. То есть мы очень тесно сотрудничаем. И на сайте нашей библиотеки есть раздел, посвященный, собственно говоря, коллегии. Там содержатся все материалы. И вот там наши читатели и наши зрители сегодняшние могут увидеть не только топ-100, топ-150 книг о войне, которые мы рекомендуем почитать. Ну, собственно говоря, он был дополнен уже. Акция, которая стартовала недавно, о которой мы с вами уже сегодня говорили. И эта акция, я думаю, позволит нам расширить этот список до, может быть, до топ-200, топ-250. И каждый сможет себе выбрать книгу по душе, по возрасту, по интересу. То есть получается, что, чтобы школьники заметили, чтобы школьники выбрали свою книгу, не обязательно приходить в научную библиотеку. Они могут разными способами узнать о том, что сейчас можно прочитать. Скажите, какие-то современные способы еще существуют? Вот говорите, сайт, да? Может быть, презентации какие-то еще для привлечения школьников? И презентации, я еще раз подчеркну, что у нас во многих библиотеках, особенно в сельской местности, у нас школьники — это первые помощники библиотекаря, добровольцы. То есть они еще в процессе своей работы, организуя вместе с библиотекарем то и иное мероприятие, они волей-неволей включаются в процесс прочтения тех или иных книг, и они уже заинтересуются, далее рекомендуют своим родным, близким, друзьям. То есть такие примеры есть, такие примеры и существуют. Это реально, да? Да. Что касается сайта, вы знаете, у нас есть очень интересные вещи. У нас вот есть опыт Владимирской библиотеки, в Старо-Оскольском городском округе. Библиотекарь заинтересовала ее история села. 700 жителей села ушло на фронт и вернулась только 336. И когда библиотекарь с помощью, опять же, своих добровольных помощников и с помощью, есть такие сайты, мы, библиотекарь, мы работаем не только с книгами, мы работаем со всеми источниками информации. И мы рекомендуем использовать такие сайты, как Мемориал, Память народа, посвященный Бессмертный полк. И оттуда были взяты неизданные материалы, вот именно посвященные истории вот той территории, на которой проживает библиотекарь. И сначала это была папка-накопитель, а потом это приобрело форму веб-ресурса. И вы знаете, самое интересное, что когда этот веб-ресурс составила презентация в районном Доме культуры, было на тот момент 18 фотографий односельчан, о котором не было подписи. Так вот в результате просмотра этой презентации было установлено 12 фамилий еще. То есть это дорогого стоит, это кроме того, что это библиотека. И, соответственно, пошли дети, потому что пошли односельчане, потому что было интересно, ага, про того односельчанина уже сказали, а что же писали обо мне, а где писали о моем родственнике, а как вы видите путь моего родственника. Ой, а где-то в мемуарах какого-то военачальника было обо мне тоже, или, вернее, о моем родственнике тоже, о моей семье что-то говорилось. Вы знаете, вот так получается, что книга плюс электронные ресурсы для современной библиотеки — это способ привлечь, и не только привлечь, а, наверное, вовлечь в процесс чтения и в процесс исследования истории вот о Великой Отечественной войне. Какие результаты тем более есть. Но это селяне создают историю, да? Были у вас интересные какие-нибудь случаи, что, допустим, после выхода известного фильма, допустим, «Азорь здесь тихий», да, вот повышался спрос на книгу. Было у вас такое? Вы знаете, я так думаю, что после выхода любой книги, если она хорошо экранизирована, повышается спрос на книгу. Могу сказать, опять же, «Азорь здесь тихий», я думаю, что фильм вышел-то очень давно, поэтому вот после того, как его повторяют по телевизору, да, ощущается определенный всплеск интереса. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, опять же, я, понимаете, я в первую очередь представляю библиотечное сообщество. У нас в 2016 году, в год кино, был создан фильм «Руки матери» с силами библиотекарей по книге Владислава Мефодьевича Шаповалова. И вот в данной ситуации могу сказать, что вот показ фильма как раз вызвал интерес к этому произведению. Сейчас, по-моему, все старшеклассники, вернее, среднее звено, старшеклассники в школах это читают. А где этот фильм можно найти? А, ну, я, насколько знаю, он по вашему каналу демонстрировался. Да, по нашему каналу демонстрировался. Я посмотрю обязательно. Я думаю, многие зрители наши видели, а я посмотрю обязательно. И, в принципе, вы можете выйти на сайт. Вот это у нас ЦБС номер 2 Губкинского городского округа. И там статистика, достаточно такая впечатляющая статистика. Вот как раз тот вариант, когда история Белгородского края, да, история войны на нашей территории, нашим авторам описанная, она нашла воплощение, причем снимали библиотекаря с помощью фонда поколения, о котором сегодня тоже шла речь. И я думаю, что эта книга вот как раз стала востребована во многом тому, что вот ее таким образом популяризировали. Прекрасно. Скажите, вот как найти список рекомендуемых книг? Мы уже сказали. Давайте напомним еще раз с сайта, где можем посмотреть. Сайта Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Раздел какой? Раздел у нас библиотечная, Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития. Там все документы, вся информация о наших акциях и там же топ-150. Ну вот в детстве самое большое желание почитать книгу. Это возникало не когда нам давали, а список литературы, может быть, на лето, да? Ну, по совету товарища. Давайте порекомендуем сейчас нашим зрителям какую-то одну книгу из вашего замечательного списка топ-10, которую они обязательно после нашего эфира должны открыть и прочитать. Я надеюсь, что этой книгой станет книга Сергея Смирнова «Брестская крепость». Почему мне близка эта книга? Ну, все очень просто. Мы все родом из детства, и личная история, как об этом сегодня говорилось, она каждому у нас наиболее дорога. У меня мама из-под Бреста, и поэтому, когда поехали уже с моим внуком, когда мы поехали в Брестскую крепость, и как раз вот Хомские ворота, там совершенно небольшой такой промежуток, я не знаю, порядка 5-6 метров до реки, и когда я воочию увидела тот как раз кусочек, вот простреливаемый, который не дал возможности добраться людям до воды, они погибали от жажды. Это, конечно, большое впечатление. Поэтому книга написана тоже, собственно говоря, человеком, пережившим войну. Это очень сложное в психологическом плане, достаточно тяжелое произведение, но тем не менее я рекомендую, как любые книги, нет легких книг о войне. Поэтому эта книга, ну вот сочетайте ее с поездкой в Брестскую крепость, или вот как-то по времени. Вот это не фильм, фильм, хотя, кстати, по этому произведению тоже снят, можно и фильм посмотреть, но книга, книга чем хороша? Да, все-таки деталями больше души, больше. А что касается, где еще можно найти рекомендации? Вот мы сегодня говорили о реконструкциях. У нас есть такая форма работы, раз в два года у нас проходят топоровские чтения. И когда следующее будет чтение? 20 июня, собственно говоря, на территории Прохоровского района. Это часть нашей истории. Сегодня можно начать готовиться, да? Да. Можно сегодня зайти на ваш сайт и посмотреть, когда пройдет акция. И даже может кто-то, поскольку мы приглашаем там участвовать не только библиотекарь, мы приглашаем там участвовать и волонтеров, участников поисково-спасательных отрядов, и реконструкторов в том числе, то почему бы нет? Ну, о деталях акции, я думаю, что наши зрители узнают сами. Спасибо вам большое за замечательный разговор, за ваши рекомендации. Ну, на этом мы с вами не прощаемся. Сейчас у нас прогноз погоды и блок полезной информации, после чего мы продолжим с вами смотреть информационную картину дня. Простите, сейчас я напомню, что еще у нас в выпуске. Итак, что у нас еще в выпуске? Клиника сердца открылась в Старомосполе. Кто сможет получить помощь в этом высокотехнологичном медицинском центре? Порубежье государева служба Велгородской области...